Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы хотим вам рассказать о тех случаях, когда происходит холостой выстрел. Все мы знаем, что холостой выстрел может быть губителен, что для лука, что для арбалета. Кстати, 10 февраля у нас будет проходить розыгрыш арбалета пистолета. Ссылка на этот розыгрыш под видео, а также в рекомендациях. Так что участвуйте! Итак, какие же бывают ситуации? Показывать я буду на луке, потому что он более крупный и лучше будет видно на видео. Собственно, наиболее частая проблема, с которой мы в том числе в магазине сталкиваемся, это когда блочный лук попадает в руки человека, который не знает, как он работает. И он просто не ожидает, что после того, как растянулся, чуть-чуть расслабился, и он резко возвращает в изначальное состояние тетиву. Собственно, как это происходит? Человек растягивается, и, естественно, происходит сброс натяжения. Он думает, что как легко, хорошо. Естественно, что его, скорее всего, предупредили о том, что нельзя отпускать без стрелы. Он начинает расслаблять руку, и тут резко наваливается усиление натяжения. Довольно часто люди к этому не готовы. Хорошо, если он руку не отпустит. Но бывают ситуации, когда человек просто от неожиданности отпускает пальцы, происходит холостой выстрел. Поэтому, когда вы даете лук в руки другому человеку, обязательно рассказывайте технику безопасности. Иначе просто можно остаться без лука. Второй, тоже довольно распространенный случай, когда люди перекручивают тетиву, и она просто спадает с рельса. То есть, как это происходит? В растянутом состоянии зажимают рукоять и начинают гулять луком. Вправо-влево. Второй вариант, когда этой рукой перекручивают тетиву. Что происходит? Тетива уходит в угол от блока. Стоит чуть-чуть сдать назад, она спадает с рельса, и происходит аналог холостого выстрела. Маловероятно, что будут какие-то сильные повреждения на луке, но восстановить лук в рабочее состояние без пресса будет уже практически невозможно. Кстати, те же самые проблемы могут быть и на арбалете. На арбалете такое возможно, когда вы заряжаете тетиву и ее ведете не вдоль направляющей, а приподнимаете. Соответственно, опять немножко назад сдали, тетива слетает с ролика, с блока. На этом стрельба закончилась. Как это не смешно, довольно часто тоже происходит проблема, когда люди забывают поставить стрелу. Естественно, это бывает с арбалетом, пристреливали, в своих мыслях задержались и просто забыли поставить. Поэтому тоже стоит смотреть, чтобы стрела находилась. Естественно, это проблема бюджетных арбалетов, где отсутствует защита от холостого выстрела. И третий вариант, он менее распространен, но тоже иногда бывает. Это когда тетива слетает с хвостовичка стрелы. Здесь мы нашли очень наглядный ролик. Собственно, сейчас мы к нему и перейдем. Как мы видим, при стрельбе из лука всегда нужно проверять стрелы на наличие повреждений. На арбалетах тоже такое возможно, потому что есть у нас такая русская особенность. Мы, как правило, не читаем инструкции. При этом некоторые производители арбалетов четко говорят, что с наших арбалетов можно стрелять только определенным видом хвостовичков. Например, Барнет. Он четко говорит, что с наших арбалетов стреляйте только стрелами, у которых хвостовичок в виде полумесяца. Что будет, если стрельнуть с плоским хвостовичком? Бывает ситуация, когда тетива соскальзывает со стрелы, проходит под ней, и таким образом вы получаете холостой выстрел. Согласитесь, довольно обидно. Поэтому используйте на Барнетах, например, только полумесяц хвостовичок. Экскалибуры наоборот. Они говорят, что у нас лучше стрелять с плоским хвостовичком. Это не столько проблема безопасности, сколько стремление к более точным выстрелам. Потому что у них тетива идет не ровно по центру стрелы, а она немножко смещена. То же самое, кстати, у тендпоинтов. Тетива не проходит четко по центру стрелы. Вот такое видео. Надеюсь, оно будет полезно. Поможет избежать вам проблем при стрельбе и эксплуатациях ваших луков и арбалетов. И поможет долго радоваться от их использования. Собственно, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. У нас довольно часто проходят конкурсы. Участвуйте, побеждайте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok